Вот был задан вопрос по 39 параграфу номеру 3, 10 пункту, касающегося параллельных переносов. Итак, мы обсудили, что параллельный перенос — это функция, которому каждому объекту из трехмерного пространства добавляет один и тот же фиксированный вектор. Это и есть параллельно все сдвинулось. Там есть нейтральные элементы, есть обратные элементы, и в силу того, что это представляется плюс-вектором, то это коммутирует. То есть x плюс a равно a плюс x — это коммутативное множество. То есть если вы сдвинулись параллельно на a, а потом на b, то это то же самое, что вы на b, а потом на a сдвинулись параллельно. Соответственно, это а белева группа. Понятно, да, про десятый? Хорошо. Так. Ну, берется вектор, преобразуется, вектор повернутый. Но мы говорили, что любое преобразование поворота можно в двухмер... Там двумерный поворот или трехмерный поворот? Наверное, двумерный поворот был. Но это можно представить в виде матрицы умножения специальной. Помните, да, такое было? Есть матрица поворота. То есть это называется изоморфом. То есть само действие поворота — изоморфное умножение на матрицу. Изоморфное умножение на матрицу, потому что его можно описать как умножение на матрицу. А матрицы... Ну и дальше, соответственно, можно также это логически обсуждать. Вот совокупность поворотов — это поворот? Да, это поворот. Если я сначала повернулся на 45 градусов, потом еще на 45, я суммарно повернулся на 90. Если я повернулся на 45, потом обратно на 30, я суммарно на 15 повернулся. То есть любая суперпозиция поворотов — это поворот. Операция алгебраична поворотом. Значит, преобразование. Дальше нейтральный элемент — это поворот на 0 градусов. Обратный элемент — это поворот на отрицательное количество градусов. То есть у вас все, как говорится, есть. Это действительно образует группу, даже в принципе, если думать только о поворотах. В пятом номере что там было? Доказать, что множество дробнолинейных функций образует группу относительно суперпозиции и функций. Ну что, нужно было показать, что, во-первых, что если вы возьмете два раза примените вот эту операцию и получите снова дробно-линейную, это относительно просто. То есть, да, то есть что условно f от g от x, если g от x было a1x плюс b1 разделить на c1x плюс d1, вот, а f от x это a2x плюс b2 разделить на c2x плюс d2, вот, вы если подставите вместо чего там, вместо вот этого x подставите вот это выражение, вы должны там, если под один знаменатель привести, там все получается, там получается действительно дробно-линейная функция, то есть достаточно это выражение подставить вместо x сюда и все привести к, ну, привести там подобные под один знаменатель и так далее. Все получится. Вот, вопрос про обратимость, это более интересный вопрос, ну, нейтральным элементом будет опять же a равно 1, c равно, ну, сейчас. Ну, в общем, запомните, у всех функций нейтральный элемент всегда должен быть вот такой. Ну, вот такая функция можно собрать из дробной линейки, достаточно a взять 1, b 0, c 0, d 1, согласны? Вот, такая получится, то есть нейтральный элемент есть в этом множестве. Вот, вопрос про обратимость. Ну, да, 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 вот, да. Ассоциативность, а в принципе, в принципе суперпозиция функций ассоциативна. В принципе, да, суперпозиция функций ассоциативна, да. Это, ну, вообще для отображения это действует, да, для отображения это действует. Тем более для таких, как у нас, они вообще объективные, то есть отображение, мы об этом говорили, что там к каждому x 1y, к каждому y 1x, ну, кроме… Ну, да, да, то есть вообще все, в принципе, отображения, они ассоциируют. Ну, то есть, смотрите, скажем так, синус от x в квадрате вы можете воспринимать как синус от x в квадрате, применить, грубо говоря, сначала возвести число в квадрат, потом от него синус взять, либо как бы описать, что, что сейчас, сейчас, а как тут ассоциативность, тут четко порядок действия определен, да, сейчас, то есть у нас что, это мы должны определить, что… Нет, нет, это разное, это не коммутативность, нет, как раз, вот если бы синус x в квадрате был равен синус в квадрате, это были бы коммутативные, коммутативность, у нас одно как бы отображение f от x, это синус x, другое отображение g от x, это x в квадрате, вот, нам нужно объяснить, что, если я применяю… А, еще третий же нужно, да, какое-то, сейчас, что тут третье? Давайте еще какой-нибудь x плюс 1, да, возьмем, там h от x, это будет x плюс 1, тогда запишем, f от g от h, вот так запишем, думаю, что звездочка – это суперпозиция, значит, сначала применяется… ну, на самом деле, это эквивалент нашему обычному порядку, изнутри, изнутри, изнутри. Получается, что это выходит синус от x плюс 1 в квадрате. Причем сначала мы делаем x плюс 1, потом в квадрате, потом синус. Теперь, соответственно, рассматриваем, что получится, если я вот так обозначу. Это означает, что я хочу функцию вида синус от что-то в квадрате применить к x плюс 1. То же самое получается. То есть вы сначала, грубо говоря, строите вот эту функцию, эта функция работает как суммарно, как синус x в квадрате. Согласны? А вот эта функция работает суммарно, как x плюс 1 в квадрате. Вот. Но их суперпозиция, что так, что так, в итоге даст вам синус от x плюс 1 в квадрате. Поэтому, в принципе, для любых функций вот эта операция, она ассоциативна. Вы можете этим пользоваться, доказывать не нужно. Так, ну не Абелева, наверное, да? Скорее всего. Нет, в пятом номере Абелева или нет? Ответ нет, да. Ну, наверное, там нужно какой-то контрпример построить, да. Такие, что… Нет, это же не дробно-линеянный, там конкретно дробно-линеянный, нужно построить, какие-то две, какие-то не очень сложные. Такие, чтобы… Обычно, если группа не Абелева, почти случайно взятые какие-то элементы, скорее всего, не коммутируют. Ну, то есть, рандом должен быть на вашей стороне, поэтому просто любую функцию рассмотрите с какими-то там числами. А, Б, С, Д, неравными, там, 1, 2, 3, 4, скорее всего, это не скоммутирует. Вот. Ладно, про пятый поговорили. Про тринадцатый. Но что тринадцатый? Я могу только вам дать быстрый способ заполнения одной части таблицы. Связано это со следующим. Связано это со следующим. Дело в том, что для конечных множеств всегда можно, ну, грубо говоря, группу воспринимать порожденными циклическими. То есть, любая, например, группа из шести элементов можно рассмотреть как… Как вот такое множество. Где А в шестую уже дает снова нейтральный элемент. Вот это такой самый тривиальный, простой вариант. С чего стоит начать, как бы. Это всегда работает. Любая, конечно, группа может быть порождена некоторым циклом. Одного и того же какого-то любого произвольного ненулевого объекта. Причем нужно подчеркивать, что вот это условно. А, это Б, это С, это там, Д, это Ф. Вот, обозначить и понимать, что… Всегда помнить, что А в шестой дает снова нейтральный элемент. И тогда вы легко эту таблицу заполняете. Это понятно, да? То есть, первый способ, как нужно было заполнить эту таблицу, просто было представить вот так. Второй способ уже трудный. Второй способ уже трудный. Вот, там нужно было какое-то найти, ну, вот, отличное, скажем так, предположение. Где-то в какой-то момент сделать разворот. Тут я очень рекомендую… Ну, сейчас, чтобы не строить, там действительно сложно разбираться, и много времени это нужно сделать и играть в эту судоку, чтобы найти второе решение его. Я очень рекомендую… По-моему, есть ссылка и на Википедии, и вообще про конечные группы. Вот. Если вы загуглите просто даже не на Википедии, просто в Google наберете конечные группы, вам, как правило, там первой, второй ссылкой будет таблица, где, по-моему, случаи до 8, до 9 уже все разобраны. Ну, и все таблицы Келли выписаны, и все описания всех групп даны. Вот. То есть просто запомните фразу, да, конечные группы, и там, как правило, все конструкции, ну, тривиальные уже разобраны. Вот. И там будет как раз показано, что всего существуют две таких таблицы, по-моему. Вот одна такая циклическая будет заполняться следующим образом. В 6 больше, да, чем 3? В 4х 2. Ну да, в 6, там еще есть что? Так можно ее делать. Да, я знаю, сейчас есть вариант с 6 просто кратно 2 и 3. Можно рассмотреть, что там есть такая тройка элементов. Сейчас. Которая в квадрате дает снова нейтральный. Так, и B. B в кубе дает нейтральный. Вот, рассмотреть такие две серии, ну, так, значит, раз, два, три, нет, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас, это пять получилось. Где шестой? Не, B, это все ешки. Сейчас, секундочку. Тут их пять. Где шестой? А, шестой, это будет, видимо, А, B. Сейчас, А, B. Да, шестой, это будет А, B. И он же что сейчас в квадрате, если его рассмотреть? Он в квадрате уже даст. Ну, оно не факт, что коммутирует. Мы же пока не коммутативную еще смотрим. А, B, A, B, ничего хорошего он не даст. Надо посмотреть. В общем, построить такие мини-циклы. Важно, что о нестепени, там у нас, ну, и у вас должна быть на лекциях теорема, что порядок любого элемента в конечной группе должен быть делителем порядка группы. У вас в группе шесть элементов, значит, если вы строите какие-то вот такие группы, у вас два или три только может быть. Во второй, в третьей степени элемент может давать нейтральный. Существует такая теорема, пользуясь ей, можно вот как-то пытаться такие предположения делать, что у вас есть, может быть, один элемент порядка два, а один элемент порядка три. И потом попытаться их, по крайней мере, быстро заполнить, эти серии, вот внутри друг друга, А потом, ну, как бы у вас какие-то такие блоки будут заполнены, вот, а потом еще пофантазировать, где можно еще что-то найти. Вот, ну, это надо, говорю, это надо проще, посмотрите уже, да, годовые конструкции, ну, или сами подбирайте. Сейчас времени тратить не хотелось бы так много. Так, что еще? 19 нужно как-то поговорить. Доказать, что мультипликативная группа ортогональных матриц порядка 2 не изоморфована, мультипликативная группа не выжимает порядка с сопрителем плюс-минус 1. Да, смотрите, доказательства, что объекты не изоморфные, как правило, сводятся к решению уравнений. То есть, смотрите, вот, скажем, рассматривайте вы какое-то уравнение, любое, а x там равно b. Если оно решение в первой группе, то тогда вы можете, ну, и у вас группа g1 была изоморф, по предположению g2, то вы можете применить функцию изоморфизма, фи, и сделать это отображение. Фи от а x должно быть равно фи от b. Эта операция сохраняется, поэтому фи от а с операцией групповой 2, фи от x должно быть равно фи от b. К чему это приводит? Любое решение первой системы, оно должно являться после отображения решением второй системы. Это первое. А значит, количество решений тоже должны совпадать. Это в частности. То есть всем вы должны придумать какое-то такое, чтобы доказать отсутствие изоморфизма, вы должны придумать какое-то такое уравнение, чтобы в одном множестве это уравнение имело там одно количество решений или не имела вовсе решений. А в другом множестве у него было другое количество решений или, опять же, просто они были при отображении этого уравнения. Если вы такое предъявляете, то изоморфизм быть не может априори никакого, потому что, опять же, решение при изоморфизме переходит в решение уравнений любых. Значит, в 19-м пункте у вас группа ортогональных матриц порядка n больше 2. Ну, давайте там строго больше. Да, больше либо равен, значит, 2 подходит. Так, значит, что это? 39,19, да? Группа матриц таких, что обратная, это транспонированная, да? Обратная, это транспонированная. И дальше, соответственно, следующая группа 2, это группа матрица А, что определитель матрицы А равен плюс-минус 1. Так, давайте поймем. Тут, кстати, одно множество должно входить в другое. Вопрос. Если у матрицы, значит, преобращение равна своей транспонированной, то что у нее с определителем? Определитель при транспонировании не меняется, так? А при обращении он делится. Да, тоже плюс-минус в целом 1. Да, то есть получается, что G1 вложено в G2. Значит, G1 это просто подмножество, как G2. При этом существует ситуация изоморфизма, когда объекты вложены, тем не менее, изоморфны. Классический там прием у вас есть, ну что, ну просто существуют биективные функции, которые отображают вложенные объекты. Например, там классический пример в матанализе. Интервал вкладывается в отрезок, да? Существует техника, как интервалы вкладывать отрезки по биекции. Хотя интервал, очевидно, вложен в отрезок, но тем не менее, биекция существует. Нам нужно здесь тоже как-то это дело обойти. То есть придумать решение такое, чтобы, ну или там уравнение такое, чтобы оно, получается, имело решение в большем множестве, да, но не имело в меньшем, или количество их там различалось. Давайте подумаем такое уравнение, чтобы у него было решение для матрицы с сопрителем плюс-минус 1, но оно было не ортогональное. Или просто, в принципе, такой... Сейчас, ну да, наверное, тут все-таки уравнение нужно. Сейчас, что есть такого унитарного, что такого сложного, точнее, в унитарных матрицах? Давайте какое-нибудь простое уравнение рассмотрим, там типа x в квадрате равно i. Так, обычно это уравнение, оно там довольно сильно все показывает. Значит, здесь для матриц с сопрителем плюс-минус 1, что мы можем сказать? Определитель 1, ну это-то да, что это подходит. Вот сколько там решений? Кажется, что много очень. Матрица в квадрате, а сверху не так много. Сейчас, давайте простой какой-то случай рассмотрим n равно 2. n равно 2 рассмотрим, он более простой случай. Нет, нет, смотрите. При n равном 2 любая ортогональная матрица должна работать как... Сейчас. Думаю. Только повороты вообще ортогональны для матриц 2 на 2. Ну, то есть только матрицы вида косинус x, минус синус x, синус x, косинус x. Только вот такие матрицы являются ортогональными. Это, правда, тоже нужно доказывать. Почему? Ну, они ортогональны. И вопрос, почему только они, можно доказать вот как. Во, я придумал. Что еще раз? А, хорошо, да. Значит, смотрите. Обратная матрица в случае 2 на 2 выглядит так. Ну, понятное дело, что у них тут определитель тоже 1. Если a имела вид a11, a12, a21, a22, то a в минус 1, ну и определитель матрица был равен 1. Вот, то a в минус 1 будет иметь вид. Значит, алгебраический дополнение к этому элементу a22, к этому элементу a11, к этому элементу, но транспонированное это будет минус a12 и минус a12. Ну, так, кстати, можно быстро находить обратную матрицу для случая 2 на 2. Меняете элементы на диагонали, а на побочной диагонали минусы. Накручиваете. Формально еще должны поделить на определитель, но у нас здесь определитель 1. У нас тут должно быть минусы на а2 и минусы. Там именно с минусами. То есть это по теории Мелопласа минус выскакивает, а что именно a12, потому что там присоединенное, транспонированное, поэтому именно вот эти индексы там еще нужно поменять местами. Вот, значит, что получается? Получается, с одной стороны у нас известно, давайте, систему уравнений какие. a11 равно a22. Я сразу за x обозначу. И a12 равно минус a12. Сейчас. a12 равно минус. Секундочку. Или может все-таки 2,1? Нет, плохо, что они с минусами пошли. Что она типа только диагональная? Нет, это неправда. Вот как раз там синус и не равен нулю, а она подходит. Она подходит. Сейчас. Давайте вспомним. Алгебраическое дополнение к этому элементу это 2,1, но оно стоит не здесь, а здесь. Сейчас эти объекты... А! Извините. А в минус 1 равно а транспонированный, а не а. Поэтому а транспонированный это вот. И вот эти объекты равен вот этому объекту. Да, теперь все хорошо. Значит, a22 равно a11, и a12 равно, ну, с минусом, равно минус, ну, или, в общем, с разными знаками a21. Обозначу это как за y. И есть еще проопределитель, что a11 на a22 минус a12 на a21 равно 1. Вот такая система. Чтобы матрица была в случае 2 на 2 ортогонально, нужно, чтобы у нее были вот эти три ограничения, раз, два, три ограничения на ее коэффициенты. На ее четыре коэффициента. Давайте разберемся, что это за ограничения. Значит, подставим вот этот x и y в последнее тождество. Получается, x в квадрате плюс y в квадрате равно 1. Значит, два объекта, в сумме которых дает 1, всегда можно представить как косинус некоторого угла и синус некоторого угла. Если их сумма квадратов равна 1, то существует такой φ, что они будут вот так представляться. А значит, соответственно, и наша матрица 4 на 4 представима в виде косинуса некоторого угла. Ну, тут, да, синуса. Всем понятно, да? То есть, вот это матрица, вот это множество, оно исчерпывает все возможные матрицы типа 2 на 2 ортогональные. А почему все возможные? Еще раз, если она такая, то нашлось угол и все, значит, я ее записал. Нашелся угол и я ее так переписал, если она ортогональная. Так, хорошо. Теперь про то, чем исчерпывается вот это множество. Оно гораздо обширнее. Тут, в принципе, только ограничение на 4 коэффициента, типа что оно плюс-минус 1 дает. Да, вот справа. Так, это есть. То есть мы теперь, про эти матрицы мы знаем, что только А1,1 на А2,2 минус А1,2 на А2,1 равно плюс-минус 1. Вот все, что мы знаем про правые матрицы. Надо как-то теперь показать, что, ну, не любой такой косинус φ поворот, синус φ даст вот такое решение. Решение. Сейчас. Давайте рассмотрим уравнение вида теперь x в квадрате равно i. Значит, что это? Вспоминаем, это матрица поворота. Мы можем воспринимать это как поворот. Я делаю поворот, а в квадрате, грубо говоря, это равносильно 2 поворота к ряду. 2 поворота к ряду ничего не сделали. Какие это повороты? На 180 причем туда и на 180 обратно. Только поворота на 180 градусов, значит, ничего не сделают в квадрате. Значит, в G1 два решения. Все согласны с этим? Только когда φ равен π и минус π. Только такие в квадратах дают, нейтральные. А теперь убедимся, что для матриц, значит, обычных с сопротивлением плюс-минус 1, там на самом деле очень много решений будет. Давайте даже сузимся, ну, на верхнюю треугольную. Вот какую-нибудь такую. 1, 1, 0, что-нибудь типа x. Можно такой в квадрате, чтобы получилось единичное. Значит, что получится, если я ее в квадрат возведу? 1, 0, 1. Сейчас. Первая строчка на первой столбе, значит, x плюс что? Плюс x. 2x, кажется. Да, что-то такое мы делали. Ну, и чтобы она равна с ниточки, x равняется с нулю. Не, не подошло. Хорошо, давайте тогда теперь придумаем здесь y какой-нибудь. Так, что будет, если мы такую в матрицу в квадрат возведем? Давайте по старинке. Строчка на столбец. Первая строчка на первый столбец. 1 плюс x, y. Значит, уже либо x, либо y, 0. Не, плохо уже идет. Сейчас. Нужно показать, что для матриц как минимум несколько решений существует. Кажется, вот такие. Плюс-минус 1, плюс-минус 1, 0, 0. Их уже 4. Видим? Тут 4 в g2. Причем не факт, что это единственное. Возможно, там еще какие-то есть. Но я уже 4 нашел решения. В g2. А, соответственно, в g1, ну, там 3 решения. Мы не сказали, что еще φ может нулю равняться. Может не быть поворота. Это тоже как бы будет нейтральный. То есть там 3 решения. А здесь как минимум 4. А здесь как минимум 4. Значит, неравное количество решений, значит, не заморозит. Ну, третье решение. Нулевое. φ равно нулю. Можно повернуться на π, можно повернуться на минус π, а можно не поворачиваться вовсе. Это все эквивалентно повороту. Ну, так, что вы в квадрате останетесь на месте. Потому что мы не представляем в конце концов типа рассуждаем, но в конце концов показывают, что это как матрица 8. Да, да, да. Но вот это важно, что мы сейчас пока формально для случая 2 на 2 доказали. Но для случая больше в порядке можно рассматривать такие сужения. Ну, типа, там как-то дополнительно ввести ограничение, что у вас здесь единички. Ряд единичек, оставляя только вот первые два ответа, да, редуцироваться. Это же можно, что, в принципе, все к матрице. Ну, да, да, если мы для 2 на 2 не верно, то... Ну, то есть формально, хотя это не факт, что для 3 на 3 не верно. То есть есть там много утверждений, которые для матриц не верны, а для их вообще не тензоров верны, неожиданно начинаются становиться. Вот, такое бывает. Или, например, у вас есть утверждение, что есть понятие компакт. Компакт, не знаю, было, наверное, рановато. Это, значит, компактом называется множество. Ну, там есть много разных определений. В частности, у которого все фундаментальные последовательности сходятся к элементу этого множества. То есть можно так ввести понятие компакта. Так вот, выясняется, что в случае конечномерного пространства компактное множество — это замкнутое и ограниченное. То есть что оно содержит все ваши предельные точки, и оно ограничено по модулю некоторым значениям. Вот. А в бесконечномерном случае выясняется, что замкнутое и ограниченное множество уже не является компактом. То есть что у вас при увеличении там каких-то, ну, рассматриваемого объекта утверждения могут становиться там одни истинные, другие неистинные, ломаться. Поэтому формально нужно, конечно, проверить, но да, там тоже, как говорится, все сбоит. Так, какой еще там, давайте, по 21? 21 — это мы решили объяснить. Сделали, да? Да. Да, ну, то есть объяснили, да. Мы там вроде отношения обратную матрицу, а простенью нет. А у нас еще опрититель, у этих матриц у них опрителя один. У них опрититель всегда один должен быть. Так, далее. 24. Что группа 6 либо коммутативно, вот, либо коммутативно, либо изоморфно в группе S3. Это как раз про таблицу Келли. Вот, если бы вы построили таблицу Келли, то там можно было понять, что она ведет себя либо как вот ту, которую я написал, циклическую, а она коммутативная, вот, либо она ведет себя так же, как если вы бы перестановки из трех элементов друг другу, ну, применяли к ним, там, всякие разные суперпозиции рассматривали. Вот как раз у вас 6 перестановок, да, от 1 до 3. То есть у вас нейтральный элемент — это перестановка 1, 2, 3, а потом вы еще достраиваете к ней там 6 элементов, всякие циклические, например, сдвиги. И меняете 1, 2. И ее циклические сдвиги. Вот, 6 объектов, 6 перестановок. Вы их друг к дружке применяете, заполняете их таблицу Келли и понимаете, что у вас таблица Келли ведет себя либо так же, как вот они, либо так же, как я вот выписывал, либо циклический, как я выписывал, либо там третий вид, если вы говорите, что там их больше, то в любом случае коммутативность эквивалентна тому, что ваша таблица Келли выглядит как симметричная матрица. Если она относительно главной диагонали симметрична, то это группа коммутативна. Да, мы вроде все так обсудили вкратце. Хорошо. Ну как хорошо, много времени, конечно, потратили, но это стоило того, я считаю, это стоящее время. То есть здесь у вас во многом так и планируется в этой теме, что очень много слов, чтобы вы дома хотя бы с терминологией разбирались и потом я объяснял, как пользоваться терминологией, пытаться решить эту задачу. Ну, наверное, мы теперь это все, конечно, не успеем сделать, но постараемся. Значит, давайте про понятие. Я буду спрашивать, вы будете говорить, что вроде как понятно или вроде как непонятно. Значит, подгруппа группы. Есть ли у кого-то сомнения в том, что он не осознает, что такое подгруппа? Все в целом понимают, что такое подгруппа? На лекциях слушайте. Хорошо. Дальше. Ну, надеюсь, как-то пытаетесь слушать. Следующие. Смежные классы. Левый, правый, смежный класс. Все ли осознают в точности, что это такое или стоит пояснить? Пояснение. Хорошо, поехали. Значит, h подгруппа. Ж, напоминаю, подгруппа, это если подмножество, которое тоже группа. Ну, грубо, вот на пальцах так. Подмножество, которое тоже группой является. Значит, понятие смежный класс. Это множество. Это множество. Образованное, значит, следующим видом. Вы берете вот этот фиксированный объект А и применяете к нему внутригрупповую операцию со всеми вариантами, объектами из подгруппы. Все, что вы получите, новое множество, это элемент. Ну, в смысле, это вот h. Значит, это называется левый смежный класс. Если справа записать, то формально вы получаете множество, полученное вот так. В случае, если изначальная группа была абелева, когда у вас А, Б, Р, Н, С, Б, А, эти множества совпадают. В случае, если группа была неабелевая, вообще говоря, эти множества не совпадают. Есть дополнительные условия. Если все-таки эти множества совпали, если для любого элемента А из группы h совпадает с h, то h, кто знает, как называется? Термин такой есть? Нет? Нормальная группа или нормальный делитель? Она нормальная. Ну, там, подгруппы или иногда делитель называют. Вот, еще раз, для некоммутативных групп это очень интересные объекты. Очень интересные объекты. Мы о них сегодня поговорим. Нормальная делитель. Да, называется нормальный делитель или нормальная подгруппа. Так, что еще? И вот если еще и h у вас, это нормальный делитель, то у вас есть возможность факторизоваться. Факторизация выглядит так. Записывается g разделить на h. То есть, вот нормальный делитель g. Вы можете факторизовываться. Что это такое? Это множество. Это множество составлено из множеств. Это множество множеств вида, значит, там, смежных классов. Левых и правых теперь плевать, они одинаковые. Соответственно, где а принадлежит? А это случайный элемент из g. Все, что вы можете, все левые смежные классы или правые смежные классы, которые вы можете выделить, они образуют группу относительно следующей операции. Значит, операция внутригрупповая g делить на h такая. Если мы хотим a1h применить к a2h, это операция внутри фактор группы. Это равно a1 умножить на a2, где это групповая уже операция, к применить к h. Смотрите. Смежный класс, применяя к нему операцию к смежному классу, получаю смежный класс. Это алгебраическая операция. Она ассоциативна, в случае, если аж нормальный делитель, она коммутативна, прошу прощения, она, значит, существует там нейтральный элемент относительно этой операции, обращать тоже можно. В частности, нейтральным элементом в этом множестве выступает e для фактор группы. Это h. Он работает как нейтральный внутри фактор группы. Обратные там элементы, это a в минус первый h. Они работают как обратные. Но важно, запомните. Фактор группа состоит из множеств. Каждый ее элемент, это, в свою очередь, множество. И поэтому мы пишем значок делить. То есть мы можем разделить большое множество на, грубо говоря, подножество. И это очень интересно и может давать эффекты. Очень интересно и может давать такие эффективные редукции задач. Но об этом чуть попозже. Ну, поехали тогда. Вроде какая-то базовая минимальная теория дана. Давайте теперь будем обсуждать. Это будет одно из заданий. По-моему, 38 номер. Чуть попозже обсудим. Это вопрос во многом согласуется с… Кстати, смежные классы, вы уже с ними встречались. На самом деле, с обобщением смежных классов вы встречались, когда изучали линейное многообразие. Любое линейное многообразие – это смежный класс. Но не любой смежный класс – это линейное многообразие. Потому что для линейного многообразия нужно умение еще умножаться на числа. Помните, да? Там нужны векторы, чтобы была операция внутри векторов сложения и умножение на числа. А для групп достаточно просто внутри групповой операции и все. Не нужно умножаться на числа. Итак, поехали. Номер 39. Тут было стерто. Скорее всего, это 25 было. Это очень интересный номер. Он вводит альтернативное понятие, что есть подгруппа. Итак, нам нужно доказать, что H – это подгруппа G. Тогда и только тогда, когда H – это подмножество G. И дополнительно для любых двух элементов A и B из H следует, что A на B в минус первой принадлежит H. Ну вот, нужно это доказать. Давайте я понятие подгруппы распишу чуть подробнее. Итак, чтобы подмножество было подгруппой G, нужно следующее. Чтобы для двух произвольных объектов A и B из H следовало, что их произведение лежит в H, чтобы операция, ну, внутригрупповая операция была замкнута на H. И чтобы с каждым элементом был его обратный. Где вот эта обратность берется в смысле G. В G там есть обратные. Вот не факт, что они есть в H. Но вот чтобы H было подгруппой, они должны быть тоже там. Вот. Выясняется, что эти два правила, они равносильны одному правилу. Нам нужно это вот доказать. Итак, давайте начнем с простого. Вот доказывать этот критерий. Вот сюда. Сюда очень просто. Из группы получить вот это свойство, как говорится, как нечего делать. Ну давайте. Значит, у меня есть два произвольных объекта из H. Мне нужно доказать, что A на B в минус 1 тоже принадлежит H. Как мне это сделать? Правильно. Значит, отсюда следует, что A и B в минус 1 оба лежат в H. И по первому свойству, да, четко получаем. То есть если у нас левая была истина, то мы, соответственно, получаем A на B в минус 1 принадлежит H. Так, в одну сторону готово. Теперь в другую сторону. Вот есть такая экзотическая конструкция, что я беру элемент, беру к нему обратный в смысле G, и каким-то чудом их произведение всегда попадает в множество H. Вот. При том, что не факт, что B в минус 1 лежал в H. Почему это будет подгруппой? Давайте пройдемся по следующему. Сначала докажем, что нейтральный элемент, первый пункт, докажем, что нейтральный элемент лежит в H. H. Как это сделать? Можно вместо B взять? Да. Рассмотрим, что B равен A в этом утверждении. Тогда это утверждение превращается в что для любых A и A, лежащих в H, следует, что A на A в минус 1 равное E тоже лежит в H. Готово. Итак, мы начали с того, что доказали, что нейтральный элемент есть в нашем множестве. Только из вот этого утверждения. Теперь про обратное давайте. Как доказать, что с каждым A есть обратный? Взять A за E. Для любых E и B, принадлежащих H, следует, что E на B в минус 1 равное B минус 1 тоже принадлежит H. Значит, видим, что для любого B, B в минус 1 тоже лежит в H. Готово. И теперь замкнуть чистое умножение на третьем, давайте, третьим шагом. Строю произвольные A и B из H. Что я про них знаю? Что эти исследуют? Мне в итоге хочется получить вот это. Как это получить в итоге? Ну, не возьмем, а так, скажем, если A и B лежали в H, то A и B в минус 1 тоже лежали в H. По второму свойству. А теперь применяем данное утверждение нам, что для любых двух объектов, лежащих в H, их произведения, но второе взятое с минусом, то лежит в H, получается A на B в минус 1 в минус 1. Что равно A, B, а это лежит в H, что я требовался доказать. Закончено. Вот так вот, да, критерии аккуратненько доказали. Туда и обратно полностью все восстановили. Это очень классический прием, как, ну, значит, два условия, грубо говоря, объединить в одно. Хорошо, давайте дальше. 28A, там доказать. Что-то про конечные, там, подмножество и условия, альтернативные условия под группу. Сейчас сделаем. Пока читайте, разбирайтесь, там, что написано. Ну, и наша задача формализована. Всегда хорошо написано там, ну, чтобы хорошо сделать задачу, нужно правильно написать ее условия. Это очень важно в качественных каких-то задачах, не на подсчет, а на что-то сформулировать, доказать. Здесь нульвиную долю заключает в себе условие. Итак, нам дано, что H это конечное множество элементов группы G. Значит, записываем. H под множество G и модуль H меньше бесконечности. Ну, то есть количество элементов внутри H меньше бесконечности, значит, какой-то конкретный. Значит, дальше. При зрении двух любых элементов H снова лежит в H. Для любых A и B, принадлежащих H, следует, что AB лежит в H. То есть операция умножения групповая замкнута внутри H. Это хорошая новость. Этого уже должно хватать, доказать, что отсюда следует, что H это подгруппа. Ну, то есть, опять же, что там подгруппы это два. Для любых AB, принадлежащих H, следует, что AB лежит в H. Это уже готово. Это первая часть подгруппы. А вторая часть подгруппы, что для любого A существует A-1. То есть, чтобы это нам доказать задачу, нам нужно объяснить, что все элементы содержат в себе обратное. Этого будет достаточно, потому что часть есть, остается только доказать, что есть обратимость. Да. Не обязательно. Для подгруппы, если каждый элемент содержит в себе обратный, и любое произведение содержит, то вы возьмете здесь A и A, и у вас сразу нейтральный будет. Поэтому это лишнее. Можно писать, но это лишнее. Так, поехали. Значит, как из левого утверждения достать правое утверждение? Смотрите, ну, понятное дело, что вот один к одному. Да, один к одному. Это означает, что второе спрятано где-то вот здесь. Капитан как бы очевидность подсказывает, да? Вот. Ну, соответственно, это ничего особо не дает. Ну, формально дает. Но вот это очень сильное условие. Мы о нем говорили. Что мы знаем про конечные множества замкнутых операций? Они зацикливаются. Они зацикливаются. Да, мы это уже обсуждали. Итак, там мы рассматриваем произвольный объект A из H. Тогда A, A в квадрате и так далее. A в степени K в определенный момент зациклится. Причем мы говорили, что существует там такой элемент, что в определенный момент он как нейтральный сыграет, а вот A в степени K плюс 1 он сыграет как A. Я сейчас не буду все это повторять доказательства, но мы говорили об этом, да? Помните в прошлый раз? То есть существует цикл, когда мы сворачиваемся в нейтральный, а потом как бы проходим дальше. Вот. Хорошо. Причем важно, что этот E, он же, так как H это подножество, то он как бы всеобщий нейтральный элемент. И в группе, и везде. То есть это вот всеобщий нейтральный элемент, он как бы существует. Как теперь пользуюсь тем, что у нас есть такие ряды для любого? Причем рассмотрим формально любой A. Мы могли здесь произвольно совершенно взять. Он всегда любой элемент в какой-то степени даст нейтральный. Значит, как теперь находить обратное к этому самому любому A? Что будет для A обратно? Вопрос конкретный. Какой к A обратный элемент? А в степени к A минус 1 это обратный, потому что он в произведении с A даст нейтральный. Все. Значит, для каждого элемента в нашем подножестве есть обратный элемент. Вот он. Мы его предъявили. Все готово. Значит, подгруппа. Ограничение на количество элементов это очень сильная штука. На самом деле существует утверждение, я не знаю, оно, наверное, формулируется, но не факт, что доказывается, я уже не помню в курсе, оно довольно сложное, что любая конечная группа распадается в циклы. Вот. Любая совершенно конечная группа должна распасться в циклы какие-то. Потому что у нее в какой-то, ну, не обязательно в один цикл, возможно, там они будут как-то параллельно существовать и еще друг с другом взаимодействовать. Но факт, что все равно циклы должны быть у каждого элемента, должны быть степени. В какой-то степени он должен давать нейтральность. Так, это есть. Теперь очень интересный 30-й пункт, 30-я задача. Давайте сделаем и коротенький перерывчик будет. Значит, доказать, что множество чисел кратных P, что такие подгруппы, исчерпывают все возможные подгруппы, группы целых чисел. Итак, значит, формально что нужно доказать? Пусть H — это подгруппа Z относительно сложения. Ну, там аддитивные. Доказать, что отсюда следует, что H — это PZ, и других нету. Вот что нужно доказать. Что если H подгруппа, то H обязательно равна PZ, какому-то PZ. Других вариантов не дано. Вот это что означает исчерпывается. Ну, давайте начнем. Ну, давайте начнем. Начнем от противного. Итак, пусть первое, H не равно никакому, то есть H не равно PZ. Оно не является там порожденным каким-то числом P, которое вот по очереди другом складывается и вычитается. Но, тем не менее, так как H — это все-таки подгруппа, там есть какие-то элементы. Давайте возьмем за A. A — это минимальный по модулю отличный от нуля элемент H. Такой там должен быть. Такой там должен быть. Ну, если там других нет, то это значит подгруппа, состоящая только из нуля элемента, она формально записывается как 0Z. Вот. Соответственно, мы взяли какой-то другой, но важно, минимальный по модулю. Итак, первое отметим. Значит, раз объект A есть в H, значит и 2A будет в H, и 3A будет в H, и, соответственно, там минус A будет в H, минус 2A будет в H и так далее. Все это будет принадлежать H. Согласны? H же это подгруппа, а подгруппа замкнута относительно своих операций. Значит, если я буду сам элемент с собой складывать, вычитать там как-то, оно будет лежать. Отсюда следует, что множество чисел, кратных числу A, включается в множество H. есть вопросы? Есть вопросы? Нет? Хорошо. Теперь давайте уже потихонечку в противоречие идти. Значит, мы говорили, что они не равны. Это означает, что вот из нашего предположения существует число B, принадлежащее H, такое, что B не равно, но, ну, K умножить на A. Понимаете, да? Значит, B отсюда в силу там, ну, законов арифметики представимо как, ну, давайте так, P A плюс R, где R это остаток отделения, и он принадлежит от нуля до A минус одного. То есть вот сколько-то раз там целых A входит, и еще остаточка отделения. Ну, так все, любые два числа так можно всегда представить друг другу. Грубо говоря, B сравнимо с числом C по модулю A. Где-то здесь противоречие. Противоречие тут такое. Смотрите, рассмотрим элемент вида B плюс минус P A. B принадлежит H? Принадлежит. P A принадлежит H? Минус P A. Принадлежит. Значит, два объекта из H складываются, получается, объект из H. Так? Отсюда следует, что R принадлежит H. И кто видит противоречие? Противоречие вот к этому, вот к этому слову. Мы говорили, что А самый маленький, а вот он есть, кто меньше по модулю. Потому что он от нуля до A минус один. Значит, нет. Нельзя было такое A выбрать. Или, скажем так, когда мы выбрали, на самом деле мы не просто здесь включились, а мы в точности попали в него. Ну что, давайте небольшой перерывчик сделаем. Ну вот. И продолжим. Через 5 минут. Итак, продолжаем. Значит, 38 вопрос. Вопрос на, как говорится, завалить. сидит перед тобой студент, и ты ему задаешь следующий вопрос. Является ли смежный класс группой? Да или нет? Он так немножко пугается. Ну, говоришь, ну да или нет? Он так думает, думает. Ну, говорит, ну да, ты говоришь, неправильно. Он говорит, ну нет, ну неправильно, да. Потому что тут все зависит от того, какой смежный класс, как он образован. на самом деле задача интересная. Итак, давайте обсуждать ее. Значит, 39, да, 38, да. Вот правильный ответ. Либо в общем случае нет, либо, соответственно, ну лучше расписать эти случаи самые. H под группой G. Это нам известно. И вот рассматриваем H. Есть, ну, грубо говоря, два исхода. Два исхода. Вот этот порождающий элемент класса сам лежит в H и порождающий элемент класса не лежит в H. В зависимости от исходов, собственно, будут разные ответы. Давайте разбираться. Если A лежал в H, то, ну, вообще, в принципе, по определению, H это множество всех таких векторов X, которые могут быть представлены, что X равно A, там, внутригрупповая операция с H, где H это элемент из H. Вот. Значит, давайте разберемся, почему в случае первом это будет группой. Ну, поехали. Значит, у нас X представимы как, ну, это вот множество таких X, что они представимы как A в операции с некоторым H. тогда, смотрите, этот самый, да, можно выразить вот так, смотрите, что X также представим как нейтральный элемент умножить на A умножить на H, да, и это некоторый, ну, скажем так, новый элемент, который тоже принадлежит, тем не менее, H. A лежала в H, H мало лежала в H, их операция тоже лежит в H. Значит, соответственно, этот элемент X, он принадлежит нейтральному элементу H. Вот такое множество. Правильно? А это множество ничем не отличается от множества H. Потому что, если вы к каждому элементу из вас добавите нейтральный элемент, вы с ним ничего не сделаете. Так, готово. Готово. Значит, теперь нижний элемент. Значит, из-за того, что A не принадлежит H, отсюда следует, что, кстати, не так очевидно, что и обратный не лежит в H. Вот это почему? Абсолютно верно. От противного, да. Если бы он лежал, то так как H содержит все свои обратные, она же подгруппа, подгруппы все содержат обратные, значит, соответственно, он бы это. Вот этот значок обращения имеется в виду в смысле G. То есть он обратный, который из G мы берем, он тоже не лежит в H. Потому что, если бы лежал, то и облежал. Да. Да. Вот я первый. Если A принадлежит H, то X тоже принадлежит личному значению. Чего еще раз? X равно H, что равно H? Ну, X это случайно, то есть мы рассматриваем X из H. Он равен вот такому. Значит, он лежит и в IH. А IH это H. Значит, любой объект из вашего класса лежит в группе. Любой объект из вашего класса лежит в группе. Ну да, формально мы пока только вот такое вложение показали, да? Формально, что вот так вот мы показали. Да, наверное, надо еще. да, хорошо, это хороший вопрос. Давайте теперь покажем, что и в обратную сторону, вообще говоря, истинно. Теперь покажем, что любой элемент из группы может быть представлен так. Рассматриваем произвольный, значит, берем произвольный объект, там, не знаю, Y из H. он представим как A умножить на минус A умножить на Y. Правильно? Значит, Y из H, A из H, A в минус первый из H это элемент из H. Значит, он принадлежит H. Да, значит, и обратное вложение тоже есть. Да, спасибо, это важное замечание. Без этого, да, было только в одну сторону. Теперь у нас двойное вложение. Значит, множество равны. Сосредотачиваемся на, значит, случай, когда обратного нету. Тогда, значит, вот берем X из смежного класса. Берем X из смежного класса. А, даже не так, даже не так. Давайте докажем сейчас, что, давайте не так даже делаем. докажем, что нейтральный элемент не принадлежит H. Значит, почему? Да, от противного. От противного. Да, то есть, у нас в H лежат такие X, что они A плюс, ну не плюс, умножить на H. Вот, у нас к A нету обратного. Значит, это никогда нейтральный не даст. Потому что, если бы, ну он дал нейтральный, хоть нашелся бы такой H, то там был бы обратный. Значит, эта штука не равна никогда нейтральному, а значит, соответственно, нейтральный не принадлежит действительно H. А значит, это не группа. Значит, это не группа. Потому что любая группа должна нейтральный элемент содержать. Вот, вроде, все разрешено. Как видите, задача не такая простая. Это, кстати, очень сильно согласуется с тем, что вы знаете про линейное многообразие. Линейное многообразие является подпространством, если вектор сдвига, который образует линейное многообразие, он лежит в линейном пространстве. Если тот вектор сдвига, который вы использовали, он лежал в вашем линейном пространстве, то вы получаете линейное пространство, если нет, то вы линейное многообразие. Вот пример с прямыми. Плоскость. Линейное многообразие на плоскости размерности 1, это прямые, проходящие через точку 0. Давайте пусть. Это будет наше линейное подпространство. Линейное многообразие, соответственно, направляющим L, это всякие всевозможные прямые параллельные. Это вот они, всякие разные линейные многообразия. Мы берем направляющие подпространство и сдвигаем его на какой-то вектор, фиксированный из пространства. Так вот, если вы возьмете и сдвинетесь на вектор, лежащий в L, то вы получите это же самое подпространство. Все полностью вот как в классах смежных. То есть смежный класс образует подгруппу, тогда когда у вас вот этот вот элемент, образующий смежный класс, лежит в группе и не образует, если не лежит. Так, хорошо, давайте дальше. Следующий номер 45, ну возьмем первый только пункт А, потому что времени у нас маловато, да. А хотелось бы не только про геометрию поговорить, но и про всякие разные эти матрицы. Про матрицы интереснее и другие вещи. А там, по-моему, кстати, чуть ли не вот то, что я нарисовал. В 45-м А. В аддативной группе векторов плоскости по подгруппе векторов, лежащих на оси абсциссу Х. Значит, наша подгруппа — это векторы все лежащие вот здесь. Это наша подгруппа. Все вдоль оси АХ. Группа — это всякие разные векторы. Какие будут получаться смежные классы, вот когда мы будем произвольные там брать? А1, А2, А3. Ну, давайте, значит, смотрите, что. Берем А1 и к нему прибавляем произвольные вот такие вот векторы. Это все будет лежать вдоль вот этой, да, вдоль вот этих вот прямых. Любой вектор, лежащий здесь, это все векторы, которые образуют А1H. Это векторы, которые образуют, все векторы, которые будут падать на эту прямую, они образуют А2H. Это, соответственно, А3H. То есть смежными классами, левыми, они же и правыми, потому что это абелевая группа, поэтому там левый, правый смежный класс — это одно и то же. Они будут просто векторы, лежащие вдоль определенной прямой параллельной оси А1H. Ну, там в других группах тоже нужно посмотреть внимательно, что они хотят, и как бы повыделять. Ладно, давайте с геометрией тогда чуть-чуть попробовали, там еще пару номеров. Аня, даже, думаю, не нужно будет интереснее про матрицы поговорить. Давайте про 47, 39, 47. Вот его сделаем, да, его сделаем пункт А и Б. Итак, значит, нам дана мультипликативная группа невыраженных матриц. G — это матрицы квадратные, невырожденные. Подгруппы объявляются в пункте А невырожденные диагональные. Значит, у нас есть невырожденные диагональные и группа всех невырожденных матриц. Нужно выяснить, что будет образовывать, ну, давайте, левые смежные классы. Вот мы взяли какую-то матрису А и умножим ее на А. Давайте распишем, как это будет выглядеть. Вот произвольная А. Умножается на диагональные. Итак, вспоминаем, когда мы справа умножим на диагональные, что происходит? Все эти элементы на D1 умножится, правильно? Значит, сейчас, не секунду, или... Нет, вся строчка, да, вот эти все элементы. Сейчас, секунду. Значит, A1 на D1 умножится, да, да, весь столбец умножится на D. Давайте так, это запишем. Значит, получится D1 на A1 с волной, Dn на An с волной, где A, i, t с волной, это столбец. То есть все, что у нас изменилось, это на D... Ну, опять же, нетрудно вспомнить, что если с левой стороны, то там со строками будет. Да, справа столбцы, слева строки. Так, хорошо, хорошо. Значит, что получается? В смежном классе, который порожден в некоторой матрице A, лежат все возможные матрицы с такими же столбцами, но с произвольным коэффициентом, домноженным на итый столбец. Вот, мы это поняли. Ну и, соответственно, разложение тогда будет, вот это вот разложение, это и есть, как бы, на что он распадается. Что, ну, скажем так, матрица, вот, например, если у меня 1, 2, 3, 4, она вместе с матрицей, скажем, 2, 6, 2, 4, они будут вместе находиться в одном левом смежном классе, понимаете, да? У них вот столбцы пропорционально отличаются, первые столбцы. То есть вместе в один смежный класс попадают все возможные матрицы, у которых столбцы с какими-то коэффициентами только находятся друг относительно друга, при этом, как бы, все в базе образовано от A. Вот, в правом, соответственно, разложение строки будут различаться. Давайте, ну, на пункт B, например, посмотрим. Теперь у нас все возможные перестановки. Тут важно, что не элементарные перестановки, а произвольные перестановки. Да, давайте, ваш вопрос. Что еще раз? Смежный класс, ну, да, да, то есть, если элемент был поражен, ну, это все то же самое. Если ваш вот вектор, который порождал этот смежный класс, он не лежал на оси OX, то, соответственно, да, это просто множество какое-то, оно не является группой. Нет, линейное пространство, две операции нужно. Там нужна операция умножения на число, для групп не нужно. Можно обобщать, ну, то есть, как правило, там все группы обобщаются для линейных пространств, но нужно дополнительно как-то придумать, чтобы существовала линейная операция умножения на число. Если вы смогли ее довести, то да, это линейное пространство. Не смогли, это не линейное пространство. Например, перестановки. Там есть возможность, или там функции, суперпозиции функций. Это группа, но это не линейное пространство, потому что, ну, что значит, я перестановку чисел 1, 2, 3 умножил на 2. Вот, как бы смысла особого нет. Поэтому, соответственно, это лишь группы, это не линейное пространство. И именно поэтому в курсе механико-математического факультета группы конечномерные и вводят как перестановки, потому что, на самом деле, перестановки — это очень такой экзотический пример. Он как раз и порождает в некотором смысле группы конечные, начинает порождать. Так, ладно, давайте пункт B теперь. Группа G все такая же, а вот под группой H это становится под группой перестановки. Это очень хитрая подгруппа матриц квадратных n на n, где у матриц P выполнено такое свойство. В ней единицы стоят по одной в каждой строке, в каждом столбце. Вот если вы построите такой матриц, составленный из ноликов в единичек, ну, а остальные нолики, чтобы единички стояли по одной каждой строке, в каждом столбце, вы построите такую универсальную перестановку. Давайте что-нибудь такое экзотическое посмотрим. Смотрите, в каждой строке, в каждом столбце ровно по одной единичке. Это перестановка. Давайте посмотрим, как она справа работает на, например, матрицу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, значит, из первой строки число 2, из второй строки число 5, 8, да, столбец 2, 5, 8 уходит на первую позицию. Значит, столбец 3, 6, 3, 6, 9 уходит на вторую позицию. И столбец, соответственно, 1, 4, 7 уходит на третью позицию. То есть, грубо говоря, она осуществляет перестановку столбцов, если мы справа множим, ну, если слева будем множить на произвольную матрицу постановки, эта матрица будет как-то переставлять строки. И что тогда образуют смежные классы? Вот вы, когда вводите смежный класс H, и вот у вас A какие-то числа определяет, то на самом деле вы порождаете, в этот момент это множество будет матриц, у которых всевозможными способами переставили, ну, в таком случае, строчки. Вот взяли мы матрицу A, всевозможными способами, какими только возможно, переставляли строчки, вот все, что вы получили, оно лежит в H. Если вы, соответственно, взяли и всевозможными способами переставили столбцы матрица A, то оно лежит в H. Все такие матрицы, полученные перестановкой столбцов, они будут здесь лежать. Вот этим исчерпывается. Теперь, кстати, интересный вопрос. Равны ли эти смежные классы или не равны? Ну, конечно, да. Они не равны. Не все, что вы можете получить перестановкой строк, можно получить перестановкой столбцов из фиксированной матрицы. Смотрите. 1, 2, 3, 4. Давайте так. 1, 2, 3, 0. Соответственно, переставляя столбцы, я могу двойку здесь получить на первой позиции. А переставляя строчки, я никогда двойку на этой позиции не получу. Поэтому матрица 2, 0, 1, 3 будет лежать в одном классе, но 2, 0, 1, 3, ну, 2, 0, вот так, 1, 3, вот так, не будет лежать в другом классе. Вот, соответственно, эти множества не равны. Эти множества не равны, а значит, аж не нормальный делитель. Это вот пример, как в неабелевых группах, что не любая подгруппа удовлетворяет свойству, что она способна выступать нормальным делителем. Можно сказать, что неабелевые группы неабелевые группы? Нет, не всегда. Вот сейчас как раз у нас будет пример, когда в неабелевой группе все равно мы построим нормальный делитель. Так что у нас там по порядку 47 было, да? Тогда давайте 82 перепрыгиваем. А, вот про факторизацию. Ну, тут сейчас будет сначала абелевая группа, поэтому факторизация легко будет проходить, а потом в следующем задании уже плохо будет проходить факторизация. Так, поехали. Факторизация — это очень интересная штука, она нужна всем, там, значит, так или иначе. Это возможность редуцироваться. Вот, посмотрите задачу. У нас есть группа целых чисел и подгруппа чисел кратных z. И у нас есть проблема в том, что и группа бесконечна, и подгруппа бесконечна. Работать нам с ними тяжело. Ну, например, нам какую-то программу написать, которая бы как-то проанализировала эти группы, невозможно, потому что программа не сойдется. Ну, например, мы понимаем, что мы хотим редуцироваться. Нам как бы важно, как подгруппа h рассекает группу g. То есть нам не важны сами все бесконечные числа. Нам, скажем, важны, вот вы сейчас поймете, почему, только остатки отделения на число p. Как редуцироваться на задачу, в которой у нас как бы объекты будут различаться исключительно остатками отделения, и нам плевать на то, какое непосредственное число это работает. Вот это факторизация. Итак, поехали. Значит, первое. Из-за того, что группа абелева, h — это нормальный делитель, поэтому то, что я сейчас делаю, возможно. Делю. По определению это всякие возможные, всевозможные смежные классы, где a — это случайный элемент из группы. Давайте выберем несколько важных таких элементов из группы. Так, а что там было? z, p, да. Значит, выберем из группы следующее число. 0, 1, 2 и так далее, p-1. Все эти элементы из группы мы взяли. И рассмотрим каждый из этих элементов, какой смежный класс породил. Итак, 0h — это все числа, кратные p. Это просто, давайте так, pz. 1h — это все числа, которые, как бы, вида... Давайте так запишем. Они 1 плюс pk. Где k — это какое-то целое число. Значит, p-1h — это p-1 плюс pk, где опять же k — это какое-то целое число. Это всевозможные такие. Это важно, это множество. Это не числа, это множество таких чисел, где k — это случайное целое число. Вот. И теперь, если мы возьмем новый элемент, следующий элемент p, возьмем число из группы, то снова, да, ph — это вот будет то же самое, что 0h. p плюс 1h — это будет то же самое, что 1h. И так далее. То есть эти смежные классы совпадают. Получается, что в этой фактор-группе, вот в этом множестве из-под множеств, всего 15 элементов уникальных. Все остальные начинают повторять. То есть формально, как бы, вы можете сказать, что он там есть, но он просто повторяется, они одни и те же. Уникальных там элементов в этом множестве 15. p, это я вас проследую, да. p, p элементов в ней уникальных. Согласны, да? Значит, в ней p уникальных элементов, ну, их иногда просто как раз-таки по изоморфизму, это нельзя говорить, что это одно и то же, обозначают, что это 0, 1 и так далее, p минус 1. По изоморфизму. Но у них там немного более хитрая операция сложения. У них операция сложения все время по модулю выясняется. То есть вы возьмете, например, 2 и p минус 1, сложите, вы получите не p плюс 1, а единицу. То есть все операции там выполняются по модулю. И это обозначается группой или еще называют кольцом вычетов по модулю p. То есть группа или кольцо вычетов это фактор группы или фактор кольцо, там в зависимости от того, во что вы верите. Если у вас одна пока операция или две вы уже операции думаете, но оно и так и так рассекает. В общем, множество целых чисел бесконечного по подмножеству целых чисел кратных определенному. Это и есть уже конечная группа или конечное кольцо с интересными свойствами. И теперь мы в этом плане, это такой очень математический трюк, мы бесконечно сложную задачу, которую мы не могли сделать на бесконечности, выделив в ней какую-то существенную характеристику, то есть, например, только лишь остатки от p, выделив, мы сводим задачи конечной. И это все относительно строго математично. Это математично, это изоморфно. Можно, решив там задачу на вот этой фактор группе, рассматривать, объяснять, как это будет влиять на всю группу целиком, рассекая их на подмножество. Вот, хорошо. Ну, это был легкий пример, когда у нас, значит, группа была абелева. Давай теперь посмотрим, что будет, что с нами случится, если группы перестанет быть абелевой. Да, 84 пункта. Выяснится, что мало того, что там, ну, ладно, давайте не буду забегать, как говорится, без спойлеров. Значит, группа – это все невырожденные матрицы. Подгруппа – это вроде матрицы с сопредителем плюс-минус 1. Нет, плюс 1. И важно, операция умножения. Операция группы G относительно операции умножения не коммутативная. И подгруппы ее тоже не коммутативно. Вот, но, тем не менее, давайте докажем, что H является нормальным делителем G. Итак, рассматриваем левый смежный класс H. Ну, давайте так, сделаем так. Рассмотрим произвольный объект X, принадлежащий H. Произвольный объект из класса, левого смежного класса. Это будет… давайте матрицу A большую напишу, чтобы все-таки как матрица была. А значит, X получается равно A умножить на… Ладно, давайте с маленькими, чтобы все было видимо. A умножить на H. Но тут это матрица и эта матрица, чтобы вы понимали. Значит, матрица A – это из группы, матрица H малая – из подгруппы. Значит, начинаем трюкачить. Начинаем трюкачить. Это равно A на H на A в минус первой на A. Я ничего не сделал. Но все стало очень хорошо. Почему? Потому что вот эти произведения трех матриц, у них определитель один. Смотрите, определитель A на определитель H на определитель A в минус первой. У H определитель один. А у A и A в минус первой в произведении тоже будет один. Значит, этот элемент лежит в H. Так как у него определитель один. А значит, да, это принадлежит H. Вот, значит, мы взяли случайный объект из H, и он в H лежит. Вот. Ну, там, кстати, есть теорема о том, что любая подгруппа является нормальным делителем тогда и только так, когда она содержит с собой все сопряженные. Вот эти называются сопряженные элементы. Соответственно, H. И то, что вы получите справа и слева, умножив его на A и A в минус первой. Это называется сопряженный к нему элемент. Вот. Если у вас такое все содержится, то это тоже подгруппа. Да. Как можно заменить A умножить на H, умножить на минус первое на H большой, если... Еще раз, что значит заменить? Принадлежит. Да, он принадлежит, но мы же всегда говорим, что мы принадлежим по всем элементам. Но еще раз, этот элемент, еще раз, он принадлежит H большой A? Да. Все, это мне все, что нужно было. Х, который лежал в H, лежит и в H A. Отсюда следует, что H вложено в H A. Развернув все мои формулы на, значит, отзеркально, да, все получится наоборот. То есть это же... Верно, верно, обратно. Просто разверните, сделайте то же самое, начните только с другой стороны, умножьте на минус первое A, и все получится. То есть это то же самое, что я проделал, можно и с другой стороны применить и получить, да, в две стороны прием работает. Так, теперь мы получили нормальный делитель. Значит, он факторизует нашу группу. Поехали думать, что теперь такое фактор нашей группы. Значит, давайте думать, какие это вот мы получили разные смежные классы, и что в них отличного. Мы берем матрицу A и множим ее на произвольную матрицу с определителем 1. Надо понять, что мы можем получить. Итак, давайте, вот пусть, значит, X принадлежит H. Значит, отсюда следует, что X рассматривается как A умножить на вот этот H, где случайно, где H мало, это случайно. Так, значит, как теперь схитрить, как теперь схитрить, чтобы что-то интересное отсюда достать? Давайте рассмотрим вот что. Пусть у нас рассмотрим матрицу B, не равную матрице A, но такую, что у них апрители равны. Другую рассмотрим матрицу B, но с тем же самым определителем. Вот. Что тогда можно сделать? Мы здесь можем написать X равно B, B в минус первой, А, H. Снова ничего не сделал и снова получил великолепный результат. Смотрите, вот эти три матрицы в произведении дают определитель 1. Потому что у B, значит, она как бы в обратном случае, она даст, ну, обратное число, когда они сократятся, будет 1. И здесь определитель 1. Это снова принадлежит H большое. А значит, это принадлежит BH. Важный смысл, который мы поняли. Если у двух матриц предъявители совпадают, то они порождают одинаковые смежные классы. И более того, они и лежат. То есть и А сам по себе лежит в... Это также можно воспринимать так. А лежит в BH, и B лежит в H. Это вообще одни и те же множества. То есть АH равно BH. Отсюда следует, что когда вы факторизуете группу невыраженных матриц по подгруппе матриц с определителем 1, вы на самом деле разбиваете на разные значения определителя. То есть в это множество АH, оно определяется исключительно значением определителя матрицы А. Вам плевать, какая матрица порождает этот левый смежный класс. Вам вас интересует только число. Сама матрица неинтересно, потому что абсолютно другая матрица, но с этим же самым числом породит точно такой же смежный класс. Таким образом, значит, грубо говоря, это изоморфно матрицам А квадратным. То есть можно сказать, что... Ну ладно, это не матрицам А, а множеством. Давайте, как бы так написать. Множество будет B. Это даже не принадлежит А, как это сказать-то, что множество матриц оно... Оно не принадлежит, принадлежит, это элементы принадлежат, да. Что это, включая... ВООО. Это подмножество квадратных матриц, таких, что у любого объекта X в B следует, что априетель X равен некоторому фиксированному числу. Где D это вещественное число. А теперь самый, как говорится, интересный момент. Получается, что все определяет только вот это число. И значит, существует функция φ, которая по B возвращает D. И эта функция биективна, она сохраняет операцию, и значит, ваше множество изоморфно множество вещественных числов. В группе, в мультипликативной группе вещественных чисел. Что я требовала доказать в пункте А? Еще раз там прочитайте. Там мат того, что нужно было доказать, что фактор... А, ну так и нужно было. Фактор группа изоморфно-мультипликативной группе ненулевых действительных чисел. Да, тут только R без нуля. Да, R без нуля. Потому что любое ненулевое число D определяет однозначно все, целый смежный класс. Так, ну что, на этой, как говорится, оптимистической ноте я предлагаю заканчивать. Сейчас я тут стерлась немножко, я верну номера. Вроде номера вернулись. Да, нижняя, нижняя снизу. 44, G, D, да. V, G. V, D. Ну, еще раз, я прекрасно представляю, что многое может вызвать проблемы, но вы хотя бы, как говорится, в терминах разберите, чтобы, когда я объяснял решение, вы уже хотя бы воспринимали его, вот, иначе совсем грустно будет. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.